здравствуйте друзья выруливаем здравствуйте сегодня понедельник утречка ну так пол одиннадцатого у меня обычно appointment на работе начинаются с 11 утра поэтому я так вот выезжаю чтобы успеть к 11 копейку чашечку и заработать у нас происходит ну вот я завел iphone и это некоторый перерыв в моем опыте потому что последний который у меня был был третий и я не был впечатлен так как-то так телефон вот потом я был вот два срока четыре года был с windows фоном который меня в целом устраивал но просто в какой-то момент вот не стало не хватать возможности поставить какие-то приложения которые мне нужны для жизни поэтому мы так перешли на iphone я на пробу снимал несколько сюжетиков с айфоном и те кто следит так регулярно они видели для меня существенно было могу ли я делать трансляции в ютубе и могу ли я делать нормально трансляции в перископе то есть как бы мне мне жалко было что я пришлось уйти из перископа потому что там когда я туда что-то снимал потом получался файл и когда этот файл оказывался на ютубе это было 240 разрешением но ужасно то есть я внутренне мне неприятно делать такой мусор поэтому я так потихонечку забросил это все у меня там может быть полторы тысячи подписчиков там я не знаю вот такого плана теперь перископ позволил мне с айфоном получать видео в 720 это hd такой начальная hd очень приличненько это не 240 и не 360 и даже не 480 пойти то есть 720 уже очень прилично единственно что я опять я не забирал теперь этот файл сервера их а перископовского а я забираю этот файл его просто сохраняю у себя на телефоне поэтому наверное поэтому качество получше то есть как бы не проходит вот всей этой обработки а прямо вот у меня тут же сохраняется в перископе который приложение перископ который установлен это вот на айфоне она позволяет это сделать там есть значит такая опция и соответственно пользуюсь что касается съемки в ю тубе значит получается такая вещь как бы несколько аспектов аспект 1 если я сижу у себя в офисе то соответственно я пользуюсь выходом в интернет офисным да значит если я иду по улице вот как допустим я вчера шел по стэнфорд шоппинг-центр и я снимал просто так значит с телефона без всякого подключения к чему бы то ни было значит в этот момент включается в работу мой дейта план да то есть я могу сколько то там перегнать но у меня знаете как поскольку я раньше то с телефоном ничего такого особо не делал то мы всегда наш дейты план самый скромненький у нас там был по-моему один один гиг и мы его использовали там на 20 процентов вот здесь немножко другое получается то есть вот так ходишь да но и дело даже не в этом я могу взять там дейта план побольше но вопрос то что качество плохое она всеми так рывками скачками подвисаниями какие-то куски исчезают и когда я по стэнфорд ушел там начало этого дела шло шло потом что-то такой бог произошло и потерялась вот то что вы видите там на канале это вторая часть а первое просто пропала вот вот как не было то есть не как-то не завершилась не него что не превратилась и там все время пока я иду и там все время такой сигнал мне висит что там условия прохождения плохие там и в общем все плохое и получается что просто вести трансляцию вот с улицы что-то не очень получается какая-то она некачественная то есть качество хорошее смысле но но она с прерываниями с подвисаниями и как-то ерунда вот поэтому даже если мы не будем обращать внимание на на этот дейт который ходит получается что качество опять качество в смысле вот вот в этом плохое то есть может быть может быть если бы я это делал не там в 1080 в каком-то другом разрешении может быть лучше было бы но честно сказать я даже не знаю как это сделать потому что у меня там установлено приложение сергей наш админ мне поставил дело в том что когда есть кто-то кто там бои занимается дату как бы она проще там те поставили год вот пользуйся вот хотя наверное там тоже есть какие-то с этим я не знаю в общем получается такая история что вот я беру телефон там предстоит приложение я его запускаю и пошел в эфир это намного проще чем например то же самое я делал в просто у себя там до из под windows у меня там стоит такой софт вар специальный который там какие-то преобразования делает его надо настраивать он там тоже такой не непростой надо знать как вот и так все так наворочено а здесь кнопку нажал и все и пошел и и мы из по моему он называется могу могу глянуть в общем такая такая вот история я заказал я заказал ручку такую против навороченную навороченная ручка что долларов 300 стоит она по bluetooth разговаривает с камерой самой и там значит три оси и как-то вот они так сами такую стабилизацию замечательную делают что не знаю даже чего в общем попробуем попробуем ручку должна вот подойти скоро и заказал я насадку на камеру как-то она там называет которая делает она с двумя линзами и она позволяет вот на iphone снимать настоящие полноценные такие 360 тоже там надо немножко будет разобраться с приложением который сшивает эти кусочки вместе там и так далее но во всяком случае я понимаю что 360 далеко не всюду уместно потому что вы должны понимать что вот если скажем она даже делает hd да то одно дело hd когда у тебя вот столько а другое дело hd когда у тебя вот столько то есть количество этих пиксел она как бы не дает такого качества против потому что она на на большей поверхности поэтому я когда смотрю вот у меня сегодня как бы такой ну не то что эталон но вот как бы я смотрю как у наташи крик это получается и я вот вижу например что когда она по хайвее едет вот ему я там начинаю крутить вот саму наташу видно очень хорошо в автомобиле там видно что там лежит рядом видно а когда начинаешь смотреть а что впереди там куда она едет и так далее так ну вот у меня сейчас лучше это снимается давайте его повернул несчастная gopro 3 понимаете там довольно прилично снимает окрестность значит я понимаю что эти 360 имеют смысл больше в ситуации когда пространство ограниченное то есть если скажем я иду по улице и там слева магазин и справа магазин и то может быть это имеет действительно смысл потому что вы увидите и меня и кто там со мной и вы увидите эти магазины что вас заинтересует вот то можете смотреть налево направо а когда это все далеко в какой-то такой перспективе то соответственно качество увиденного будет такое не очень хороший поэтому нам еще предстоит как бы технически определиться с тем с областью с областью применения как бы да я надеюсь что вы так тоже поучаствуете и своими там комментариями замечаниями чуть присоветуете и мы так придем придем к разумному я я тоже вас грузить всякой ерундой не хочу вот с одной стороны конечно люди которые нас смотрят они в большей степени содержанием интересуются и довольно многие просто скачивает mp3 и слушают дороге то есть вообще картинки не видят и собственно а чё тут вот вот мы едем ну что тут видеть что за картинка такая вот но бывает бывает зрелищные места бывает куда ты попадешь так неожиданно кроме того есть как сказать бывает вот сидят люди за столом давайте посреди стола поставили там эту камеру 360 и так вот можете крутить вокруг стола смотреть и народ беседует в этом в этом что-то есть то есть есть какие-то такие интересные моменты когда это можно делать так что вот я ожидаю еще я заказал себе чехол для телефона ну как-то я привык что в чехле я боюсь а вдруг упадет знать как у меня периодически падал мой телефон вот тут который есть а чё я вам рассказывают на одну у вас тоже падал вот и жалко если разобьется но в общем я хочу чехол я заказал себе очень красивый 8 на веб-сайте он очень красиво смотрелся когда придет не знаю что там будет но значит проблема этой самой камеры состоит в том что не камера насадки насадка которая на айфон что она ставится на голенький айфон то есть для того чтобы на нее снимать мне нужно будет его так сказать раздевать вот и так пользоваться голеньким в чем есть некоторые неудобства я уже заодно знаете пытался посмотреть что вообще есть из камер 360 других но которые там есть и в общем вчера то часа два изучал изучал что пишут люди какие там комментарии так далее получается что ничего реально приличного нету то есть либо там проблемы с софт варом который сшивают вместе эти куски и когда ты смотришь как он сшил ты понимаешь что не хочешь быть частью этого в общем да значит либо софт варом либо качество картинки как чудовищная ну в общем даже я не знаю что сказать есть какие-то более дорогие комбинации например вот есть такие как сказать даже не знаю рамы такие рамы в которые включается несколько камер gopro и там есть разное количество есть 36 там много есть кощики чудовищного количество камер gopro я уж не знаю там как они это все крутят но и вроде бы даже неплохие найти вроде бы даже неплохие но я же не не зарабатываю на жизнь этим делом понимаете и уже не говоря о том что сама по себе эта фигня стоит очень дорого это сколько нужно времени чтобы вот со всем этим делом то есть это абсолютно не наш не наш вариант такие пока дела я хочу еще сказать что когда мы были в магазине и тенте но я уже ушел а светлана покупала телефон ей предлагали пленочку на телефон пленочку чтобы знать не поцарапать стекло вот и пленочка шла буквально там говорили 45 долларов и пленочка ваша вот а так она в принципе доллара 2 стоит так можно можно купить в другом месте но может быть не такая не знаю это очень забавно ведь я просто вот даже не знаю что сказать в общем я вам рассказала вы теперь сами думаете что сказать вот наверное наверное все поэтому надо просто немножко подождать там пару ну я думаю что в течение недели я все это хозяйство получил а сколько времени уйдет на то чтобы как-то освоиться с этим но мы посмотрим я думаю что потихонечку так пойдет да еще мне говорят что почему бы мне не снимать там 4к но как-то не очень смотрится 4к понимаете то есть людей которые в состоянии посмотреть 4к очень мало и даже я когда в относительно приличном месте нахожусь смысле подключение к сети тоже в общем то она не не идеально идет поэтому учитывая что просмотры видео в основном происходит в течение первых там ну я не знаю ну трех дней но пусть даже недели то есть я не могу сегодня делать не клинку которые будут смотреть через 3 4 5 лет когда изменится там технические условия и у всех будет возможность там легко смотреть там эти 4к я не могу так ли я все-таки я делаю что-то на потребу сегодняшнего дня то есть у меня есть какие-то видео которые продолжают смотреть там где-то по 10 тысяч просмотров в месяц которые давно сделал ну там например про тестирование про поиск работы прохождение интервью у меня есть такие популярные про сша и канаду сравнение но в общем это 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 мизер это ничто поэтому я 4к я пока воздержусь и так вот пока останемся здесь все ребят счастливо и до следующих встреч